Здравствуйте, студент! Остался последний рывок с дачи сессии, а летние каникулы уже ждут себя. Сегодня в студии Елизавета Евтефеева, и я расскажу о последних событиях Казанского Федерального Университета. Педагоги повышают позиции в рейтингах QS. КФУ может принять участие в реализации проекта по биотехнологической переработке зерна. Проект международного волонтерского лагеря «Всемирное культурное наследие» прошел отбор в ЮНЕСКО. Новые показатели рейтинга QS вновь подтверждают, что переход Казанского университета в статус федерального является верным решением. И что немало важно, повысив свои позиции в рейтингах, Институт психологии и образования оправдывает все возложенные на него ожидания. Насколько усердным стал путь к достижению успеха и что необходимо предпринять, чтобы не сдать позиции, выяснила Аделя Шамилова. 13 июня рейтинг QS опубликовал 28 российских университетов, среди которых уверенную позицию занял Казанский федеральный университет сразу в нескольких направлениях подготовки. Инфографику социального навигатора движения российских вузов уже представило информационное агентство РИА Новости, на котором отчетливо видно, что КФУ оценен сразу по девяти направлениям, а именно лингвистика, археология, коммуникации, СМИ, английский язык и литература, экономика и эконометрия, искусство и гуманитарные науки, химия, а также образование, крепкая позиция которого заслуживает отдельного внимания. Мы нужны, что мы успешны и что мы можем соответствовать тем международным требованиям, которые ставятся в настоящее время перед Казанским федеральным университетом. Подтверждением этому наше включение в 2017 году в предметный рейтинг Education в топ-300. И мы третий российский вуз, который попал в этот рейтинг в данной области. Трудно спорить с тем, что без подготовки специалистов новой формации, способных найти и развить в детях таланты и способности, развитие России стало бы практически невозможным. Если говорить применительно не ко всей стране, а конкретно к Казанскому университету, то серьезные шаги в этом направлении предпринимаются с момента формирования его как федерального. Я напомню, что в 2011 году, когда к Казанскому федеральному университету были признаны два педагогических университета, сразу возникла дискуссия, а нужны ли вообще они Казанскому университету. И позиция руководства, в частности Ильшат Равкатовича Горхурова, была по этому вопросу однозначной, который заявил, что учителей мы обязательно будем готовить. КФУ в предметном рейтинге КОЭС по направлению образования стал одним из двух российских вузов, вошедших в мировой топ. В немалой степени успеху способствовали научно-исследовательская деятельность, привлечение иностранных ученых и увеличение числа научных публикаций. Мы смогли добиться того, что наши статьи начали публиковаться. И в прошлом году мы вошли в число 100 ведущих университетов мира по числу публикаций в области education в базе данных скопус. Мы были даже в числе 15 лучших университетов Европы. Это, безусловно, сыграло, опять-таки, на продвижение КФУ в рейтинге в области education. Помимо всего вышесказанного, Институт психологии продолжает усердную работу над созданием достойных условий для учебы. Технологии также не стоят на месте. С переходом университета в статус федерального, Институт психологии успешно воплощает в жизнь различные системы подготовки, наблюдая за успехом проведенных работ в позициях глобальных рейтингов. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универньюс. В Татнефтьхиминвестхолдинг состоял заседание по рассмотрению проекта фонда AVG Capital Partners. Проректор по научной деятельности Казанского федерального университета выразил инициативу принять участие в создании комплекса и подготовке кадров. 14 июня в Татнефтьхиминвестхолдинг состояло заседание по рассмотрению проекта создания в Республике Татарстан уникального комплекса по глубокой переработке зерна общей производностью до 320 тысяч тонн в год с получением биоразлагаемых пластиков и суперсорбентов. Этот проект основан биотехнологическим направлением фонда AVG Capital Partners. Участие в рассмотрении проекта принял проректор по научной деятельности Казанского федерального университета, который выразил инициативу принять участие в КФУ в создании комплекса. С удовольствием. Мои коллеги тоже пришли. Мы хотели бы в этом проекте, если мы будем участвовать, абсолютно естественно, и кадры готовить, и переподготовки, и науку вести. Проект фонда AVG Capital Partners может быть реализован в рамках комплексной программы Российской Федерации развития биотехнологии и геноинженерии на период 2020 года. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Проект международного волонтерского лагеря «Всемирное культурное наследие КФУ» прошел отбор в ЮНЕСКО. Программа лагеря включает в себя культурно-образовательные сессии о всемирном наследии ЮНЕСКО, основах устойчивого туризма и культурном наследии Республики Татарстан. Все подробности смотри далее. Ресурсный центр всемирного культурного наследия организует международный волонтерский лагерь ЮНЕСКО на базе объекта всемирного наследия. Болгарского историко-археологического комплекса. В целом волонтерские лагеря ЮНЕСКО достаточно редкое явление для России. Их всего проводятся 4 или 5 мероприятий в год, и в основном они на объектах природного наследия. Для нас большая удача, что наш проект был отобран центром всемирного наследия ЮНЕСКО, что он проходит на объекте культурного всемирного наследия Болгарский исторический археологический комплекс. Отличительная черта таких лагерей в том, что волонтеры учатся, как правильно работать с объектами культурного наследия на практике. Вместо каких-то обучающих занятий в классе, они делают это своими руками, что, конечно же, значительно эффективнее. Волонтеры будут задействованы в археологических раскопках, реставрации археологических артефактов, работе с посетителями музеев заповедника. Цель нашего волонтерского лагеря в Болгарии – это продвижение волонтерства на объектах культурного наследия в республике Татарстан. Отбор был очень жестоким, я бы сказала. Мы получили около 65 заявок со всего света. Конкурс на российские места для российских волонтеров был 3-4 человека. Отбирали в основном по заинтересованности в занятии культурным наследием и по знанию английского языка. Это очень важный момент, потому что вся деятельность лагеря, рабочий язык будет английский. Аурелия Сташкова, Ленард Довлетяров, Универньюс. С чем связан рост количества природных катастроф и каким будет нынешнее лето, рассказал в интервью Юрий Переведенцев. Ураганы, смерчи и другие опасные метеоявления стали происходить в мире все чаще. Самым смертоносным в этом столетии метеорологи назвали ураган, который пронесся в Москве и Подмосковье. От него пострадали десятки человек, 16 погибли. И всего через три дня торнадо снес прыжа, четырех домов и нескольких хозяйственных построек в Черемшанском районе Татарстана. Возникает часто так называемая куча дождевая облачность. Эта облачность, она часто бывает связана и с прохождением линии фронтов, и может возникать в летнее время внутри масс, как мы говорим, конвективные явления. То есть вот вся обстановка, она гидрометеорологическая, она направлена на то, чтобы возникали такого рода разрушительные события. Стоит отметить, что не каждый циклон может называться ураганом. Некоторые проходят с рактерными для местности атмосферными явлениями и дальше затухают. Сам циклон является атмосферным вихрем внушительного размера, который закручен в южном полушарии по часовой стрелке и против часовой в северном. Их особо отчетливо видно из космоса. Прогнозируют двумя путями. Первый, это смотреть на обстановку, вот как мы сейчас смотрим на нашу карту, мы видим здесь у нас фронты проходят, он красный, синий. А где зеленый, это значит осадки выпадают, там и грозы и так далее, потому что они связаны с эклонническими вихремя. Это вот такой анализ, как говорится, фоновый. А специальный анализ, это вот с помощью радиолокаторов. О причинах подобного погодного явления можно дискутировать достаточно долго, но стоит отметить, что главным источником изменений на планете являются сами люди. Человек стал таким сильным, научился влиять на природу и уже изменил климат на планете. Но при этом важно понимать, что мы до сих пор не умеем управлять погодой в конкретном месте. Например, нет силы, которая способна была бы остановить ветер. Мы видим лишь одно, что за последние десятилетия у нас число опасных явлений только возрастает. Здесь заканчивается, наверное, 10-12 годом, а фактически и в настоящее время это все. Особенно прошлый год, нынешний год. Стоит отметить, что ученые со всего мира считают, что основным фактором появления опасных природных явлений является глобальное потепление, использование полезных ископаемых в качестве источников энергии, способствовало концентрации парниковых газов в атмосфере. В результате этого в последнее столетие средняя температура на Земле повысилась на 1 градус. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в центре новостей студенчества. Пока!